здравствуйте ребята сегодня у нас химия 9 класс и мы проходим с вами тему щелочные щелочноземельные металлы и алюминий давайте сначала рассмотрим цели урока какие мы сегодня что мы сегодня изучим изучите нахождение металлов периодической системе химических элементов Дмитрий Иванович Менделеева повторить остроение атомов данных элементов изучить и физические и химические свойства щелочных щелчноземельных металлов и алюминия повторить и понятие амфотерности изучите способы получения металлов в промышленности и так давайте начнем давайте посмотрим нахождение этих металлов в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Меделеева. В первой группе, главной подгруппе, это первая А подгруппа, у нас находятся щелочные металлы. Это литий, натрий, калий, рубидий, цезий и франций. Так как они стоят в первой группе, то на последней оболочке у них будет один электрон. Позднее мы с вами это разберем. Во второй группе, главной подгруппе, это подгруппа 2А, находятся щелочноземельные металлы. Бериллий магний мы исключаем и группа щелочноземельных металлов составляет элементы это кальций, стронций, барий и радий. Алюминий стоит в третьей А группе. Итак, рассматриваем строение атома. Щелочные металлы мы рассмотрим на примере строения атома натрия. Это достаточно распространенный элемент. Итак, его порядки в номер 11. Это означает, что заряд ядра у него плюс 11 и 11 электронов вращается на трех энергетических уровнях. Как я уже сказала, это щелочной металл и на его последней оболочке находится один электрон. На остальных двух, на первое два и на второй восемь. Строение щелочноземельных элементов я представляю на примере атома кальция. Его порядковый номер алюминия плюс 13. Это означает, что заряд ядра у него будет плюс 20. 20 электронов вращается на четырех энергетических оболочках. На последнем энергетическом уровне будет 2 электрона. На первом энергетическом уровне 2 электрона, на втором 8 и на третьем 8. Ну и наконец алюминий. Порядковый номер алюминия плюс 13. Порядковый номер алюминия 13. Это означает, что заряд ядра у него будет плюс 13 и всего 13 электронов вращается на трех энергетических оболочках. На последнем электронном слое будет находиться 3 электрона. На первом 2 и на втором 8. Если мы посмотрим электрохимический ряд напряжений металлов, то, как вы сейчас можете заметить, как раз введены в красный овал. Это элементы, которые входят как щелочные и щелочноземельные элементы. И алюминий, они находятся в самом начале электрохимического ряда напряжений, являются самыми активными. Алюминий как раз находится за ними как активный металл. Давайте теперь рассмотрим физические свойства этих металлов. Мне хотелось бы привести в качестве сравнения. Итак, щелочные металлы. Это металлы серебристо-белого цвета. Легкие, мягкие, легкоплавкие. Хорошо проводят электрический ток. Ну и конечно так как это металлы, то они являются пластичными металлами. Давайте теперь посмотрим алюминий. Это тоже серебристо-белый металл. Легкий, мягкий, с низкой температурой плавления, 660 градусов Цельсия, тоже является легкоплавким металлом. Он тоже является пластичным и обладает высокой электро- и теплопроводностью. Почему я написала, отдельно выделила пластичный металл? Потому что алюминий по своей пластичности гораздо превосходит эти щелочные и щелочноземельные металлы. Эти металлы достаточно активны, но по своей активности щелочные и щелочноземельные металлы стоят гораздо раньше и являются более активными металлами. Поэтому в чистом состоянии эти металлы наблюдать нельзя. Их можно хранить только под слоем керосина или бензина, или в запаянной ампуле, откуда выкачан воздух. Алюминий. Алюминий настолько пластичен, что его можно выкатывать в тонкую фольгу и в тонкую проволоку. А его высокая электро- и теплопроводность может соперничать, точнее он уступает только меди и серебру. Давайте рассмотрим теперь химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов. Как я уже указывала ранее, эти металлы являются очень активными и, естественно, будут являться очень сильными восстановителями. Причем, если мы рассмотрим ряд щелочных металлов от лития до цезия, то их восстановительная способность возрастает от лития к цезию. То же самое будет наблюдаться в ряду щелочноземельных металлов. То есть, если я возьму и вряд напишу строку щелочноземельных металлов, то можно поставить точно такую же стрелочку от кальция к радио. И их восстановительная способность будет точно так же возрастать. Так как эти металлы являются очень активными, то они реагируют абсолютно со всеми неметаллами, даже с водородом. Об этом мы сейчас немножко поговорим позже. Итак, как я уже сказала, что металлы являются активными и реагируют со всеми неметаллами. Я привела здесь три примера взаимодействия этих металлов с кислородом, серой и хлором. Отдельно хотелось бы остановиться на реакции взаимодействия щелочных и щелочноземельных металлов с кислородом. Так как эти металлы являются очень активными, то при взаимодействии с кислородом здесь могут образовываться не обычные оксиды, которые соответствуют этой формуле, которую я привела, например, литий-2О. Такая формула может не соответствовать. Здесь могут образовываться и бироксиды, и супероксиды. Обычный оксид образует только оксид лития. При взаимодействии с серой и хлором образуются обычные сульфиды и хлориды. Причем, если мы подставим любой металл, щелочной или щелочноземельный, то образуются такие же сульфиды и хлориды, и мы можем составлять эти формулы согласно валентности. Итак, третья реакция с водородом. С водородом могут реагировать только щелочные и щелочноземельные металлы. Они образуют гидриды. Причем здесь натрий, как представитель щелочных металлов, настолько является сильным восстановителем, что он забирает этот единственный электрон у водорода, и водород выступает в качестве окислителей и приобретает степень окисления минус один. Только вот в этих соединениях. Соединения щелочных и щелочноземельных металлов с будут называться гидриды. С растворами кислот щелочные и щелочноземельные металлы реагируют обычно с выделением водорода и образованием соли. С водой эти металлы, я имею ввиду щелочные и щелочноземельные, будут реагировать очень легко. При растворении они образуют гидроксиды и опять же с выделением водорода. Рассмотрим оксиды и гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Они точно так же, как и металлы, реагируют с кислотами. Вы можете сейчас увидеть на экране, например, оксид кальция с соляной кислотой образует соль и воду. И точно так же гидроксид кальция с соляной кислотой образует соль и воду. Разница только в расставляемых коэффициентах. Точно так же реагируют они с оксидами не металлов и оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Оксид щелочных металлов с оксидами не металлов образует соль, гидроксид щелочных и щелочноземельных металлов с оксидами не металлов образуют соль и воду я бы хотела привести некоторые примеры актуальные не соединение щелочных и щелочноземельных металлов гипохлорид натрия или как мы знаем из химии это же вилевая вода составной компонент белизны это очень актуальные сейчас для нас тема потому что белизна это как раз тот то вещество которое мы должны сейчас использовать с вами дома для обеззараживания для обеззараживания наших поверхностей нашей квартиры при добавлении в воду белизны или гипохлорида натрия происходит уничтожение бактерий и микробов именно болезнетворных и другое соединение щелочного щелочноземельного металла это гипохлорид кальция нам известно как хлорная известь как раз сейчас именно в наше время вот эти два вещества являются наиболее актуальными для применения у нас дома химические свойства алюминия алюминий является таким же восстановителем и тоже реагирует с неметаллами но дело в том что с неметаллами он реагирует не так активно как щелочные щелочноземельные металлы на воздухе алюминий сразу же покрывается оксидной пленкой и со всеми остальными неметаллами может реагировать только при при нагревании алюминий является восстановителем и поэтому может выступать в качестве восстановителя других металлов из из их оксидов и поэтому алюминий применяется в промышленности для алюминотермии в качестве получения таких редких металлов как например ванадии или вольфрам с водой алюминий реагирует если с его поверхности счистить оксидную пленку которая делает алюминий пассивным просто если как вы знаете о том что ну все видели алюминиевые какие-нибудь изделия алюминиевую проволочку если самой изделии или алюминиевую проволоку поместить воду или налить туда воды никакой реакции не будет потому что сам алюминий покрыт очень прочной пассивной оксидной пленкой если эту оксидную пленку счистить существует несколько для этого способов то алюминий будет очень энергично реагировать с водой при этом будет образовываться осадок гидроксида алюминия и будет выделяться водород чем же отличается алюминий от щелочных и щелочноземельных металлов дело в том что алюминий амфатырин он находится в периодической системе между металлом и между не металлом то есть между магнием между кремнием и магний является у нас металлом кремнию нас является не металлом но в природе у нас нет ничего резко различного и поэтому алюминий впитал себя и и свойства металла и свойства не металла то есть амфатырные свойства это есть проявление от двойственных свойств. А чтобы это доказать, вот вам приводятся две реакции. То, что алюминий реагирует с растворами кислот, как обычно. Допустим, с раствором соляной кислоты образуется соль с выделением водорода. Но при комнатной температуре алюминий пассивирует в концентрированной серной и азотной кислоты. Опять же, это объясняется тем, что алюминий покрыт пассивной оксидной пленкой. И второе, это то, что алюминий реагирует с растворами щелочей. Если взять алюминиевую пудру и налить туда раствор щелочи, происходит бурное выделение газа и образование тетрагидрокса алюмината натрия. Такие же амфатерные свойства проявляют и оксид, и гидроксид алюминия. Сейчас вы можете увидеть реакции взаимодействия оксида алюминия с соляной кислотой с образованием соли и воды. А вот оксид алюминия, алюминий 2О3, так как он нерастворим в воде, эта реакция проводиться не может. Эту реакцию сплавляют с гидроксидом натрия, и при этом образуется обычный алюминат натрия. Натрия алюминия О2 с выделением воды. Гидроксид алюминия при реакции с соляной кислотой тоже имеет обычную форму. Образуется обычный хлорид алюминия и вода. В растворе гидроксид алюминия, если к осадку гидроксида алюминия добавить избыток гидроксида натрия, то образуется опять комплексная соль тета-гидрокса алюминат натрия. То есть нерастворимая осада гидроксида алюминия растворится с образованием именно этой комплексной соли. Сейчас вот как раз таки я хотела бы вам показать и опыт доказательства амфотерных свойств алюминия. Итак, сейчас в пробирочку наливается хлорид алюминия для получения гидроксида алюминия. Так как мы будем проводить и взаимодействие с соляной кислотой, с гидроксидом натрия, опыт проводится в двух пробирках. Итак, к хлориду алюминия добавляется водный раствор аммиака или гидроксид натрия до появления желеобразного белого осадка гидроксида алюминия. В первую пробирку добавляется гидроксид натрия до растворения осадка. Во вторую пробирку добавляется соляная кислота, опять же до растворения осадка. Как вы сейчас можете видеть, что в обеих пробирках осадок растворился. Это доказывает амфотерные свойства гидроксида алюминия. Итак, получение. Все щелочные и щелочноземельные металлы были открыты английским ученым Дэви, когда было открыто явление электричества. Поэтому способ получения щелочных и щелочноземельных металлов абсолютно еще с тех пор не изменился. Все щелочные и щелочноземельные металлы получают исключительно электролизом расплава в солей. Получение алюминия у нас происходит таким же электролизом из боксидов, из расплавления оксида алюминия и образования при этом алюминия и выделения кислорода. Теперь мне хотелось бы назвать основные соединения алюминия, которые существуют в природе. Это боксид, из которого получается чистый алюминий. Оксиды алюминия у нас существуют в виде корунда, это рубин и это сапфир. Почему одна и та же формула существуют в таких разных трех ипостасях? Потому что именно эти вещества имеют некие примеси, которые придают оксиду алюминия именно такой цвет. То есть оксид алюминия как бы входит в когорту и образует драгоценные камни. Давайте закрепим с вами тему. Сейчас у вас на экране 4 уравнения реакции. Давайте попробуем их написать. Проверяем. Составляем формулу по валентности и расставляем коэффициенты. Взаимодействие калия с хлором образует хлорид калия. Взаимодействие оксида натрия с водой дает нам гидроксид натрия. Взаимодействие оксида натрия с серной кислотой дает нам сульфат натрия и воду. И взаимодействие оксида кальция с оксидом углерода дает нам карбонат кальция. Домашнее задание. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Тоже дописать уравнение реакции, решить цепь превращений. Итак, встретимся с вами на следующем уроке. До следующего. До свидания.